Ты сейчас выступаешь на мероприятии, соответственно, у тебя есть определенный уровень, по-любому, как бы ты ни хотел. Вероятно, да. И вот к этому уровню ты пришел откуда-то. Какой был твой самый-самый первый шаг? Продажи. Я пошел продавать. Я из продаж, поэтому мне это дается проще, чем многим, кто не продавал. Продажи – это самое лучшее, с чего можно прийти работать в маркете. Это, в принципе, одно и то же. Сегодня я такую штуку заметил, что тот опыт, который был раньше и то, что происходит сейчас, не всегда одно и то же. Что у тебя было в прошлом такого, что ты сейчас бы не стал делать ни в коем случае, но это стало очень большим таким рычагом, что ли, к тому, что у тебя получилось сейчас? Две вещи. Я бы больше работал над контентом, а не над трафиком. И я бы быстрее строил команду. И все. Остальное все было совершенно правильно на музее. Самый-самый такой жесткий факап? Их очень много. Поэтому, ну и все жесткие достаточно. Ну, самые жесткие, наверное, когда тяжело расходились. Наверное, самое сложное, когда каких-то бандитов взял на продвижение, а не какие-то юристы-бандиты. Вот. И они на меня прям очень сильно наезжали, прям боковали, прям все, мы убьем тебя полностью. Вот. Ну, и я тогда сделал очень важный вывод, просто вернул деньги и все. И я поступаю так и сейчас. Потому что нервы намного дороже, чем это. Но это очень хороший был урок. Это был жестковатый, конечно, по нервам человеку. Ты как почувствовал или каким-то образом, как ты пришел к этому решению? К чему? Что надо вернуть деньги? А потому что я потрачу много времени. Много времени и нервов, а это самое дорогое. Так что не стоит тратить ни то, ни другое. Просто проще отдать и все. Это всегда самый верный способ. И очень часто те, кто так не делают, абсолютно неправы. Конечно, вернуть деньги и быстрее зарабатывать другие с нормальными людьми – это самый лучший способ. Как считаешь, ты про что? Глобально. То есть, либо про каких-то людей, либо про компании. То есть, вот, грубо говоря, вот ты приносишь определенную пользу в мир. Вот самое-самое-самое для кого-то. Для кого пользу приносишь? Ну, учитывая, чем занимаешься, я думаю, для всех, потому что это же всем сейчас нужно. Если зайти в любое кафе, то там только про это и говорят. Про соцсети, про маркетинг, про рекламу, про предпринимательство какое-то для всех. Так что, ну, это странный вопрос на самом деле. Это вопрос самокопания, и я этим не очень люблю заниматься. Так что сложно ответить. То есть, если взять, допустим, сейчас, вот смотрит какой-то зритель, который, ну, думает о том, чтобы, в принципе, удариться в СММ там и так далее, что бы ты ему порекомендовал бы сделать? Не тратить много денег на обучение, а работать своими руками и все проходить самостоятельно. Потому что, ну, никто не научит вас за ваши деньги. Ну, никогда. Только вы сами себя можете научить. Это не та работа, где нужно, там, учиться очень долго. В принципе, за полгода можно очень до хорошего уровня выйти в какой-то конкретной нише. Ну, типа, зарабатывать 100 тысяч рублей, там, как сумма, которая, там, у кого-то как пунктик, не так сложно, можно через полгода, там, максимум год вполне начать, даже если вообще не потратить ни копейки на обучение. То есть, это очень легко. Сложности я здесь не вижу. Понял. Как ты совмещаешь, я не вижу кольца, как ты совмещаешь бизнес и отношения? Ну, это, по-моему, и то, и другое, просто часть жизни, они просто, ну, я ничего не разделяю. Ну, если ты занят, то ты занят для, там, близких своих людей. Если ты не работаешь, то ты не работаешь для работы сейчас ты с близкими. Просто, ну, это все в сумме всегда варится, но в конкретном моменте надо, конечно, разделять. То есть, я никогда не упираюсь в работу, только если не какой-то там сверхфорс-мороженый случай, я не позволяю работе на меня давить и не позволяю близким на меня давить. Поэтому тут вот этот баланс, где не давят ни там, ни там, его сложно выдерживать, на самом деле, наверное. Но если бы принять несколько просто правил для себя, потом это несложно. Если бы ты мог бы вернуться назад, поменяла бы ты что-нибудь? Да не получилось бы, потому что я как-то не выбирал работу, она сама меня выбрала, я просто хотел заработать денег, а потом так вышло, что я это умею хорошо, и мне это нравится. Поэтому не получилось бы ничего поменять. То есть, единственная точка, в которой мог что-то изменить, это либо пойти в продаж, либо пойти в центом. Я выбрал продажи, и вот все, с того момента ничего невозможно изменить. Ну и вообще, я не думаю, что так это работает, что... Если бы я был недоволен, чем я занимаюсь, тогда, наверное, да. Тогда бы у меня было много вариантов, в какой точке я повернул не туда. Но в этом случае нет, конечно, такого. А кто твои учителя? Есть ли они? Вообще нет. Никого? В продажах очень много людей, с которыми я работал. Старшие, да, потрясающие. Много их вообще перечислять, они очень крутые. Там меня в целом всему научили, что касается маркетинга и продаж. А в СММ вообще никто. Потому что так вышло, что когда я начал, ничего не было вообще. То есть ни одной книжки, ничего. Ты просто тыкаешь как-то сам, что пробуешь. Просто почему-то ты думаешь, что это интересно, что это классно. Я потому что музыкой занимался. И ВКонтакте тот же самый для музыкантов в того времени сделал очень много, потому что это была единственная площадка, где ты можешь делиться своим творчеством, бесплатно и доступно. Поэтому я всегда этим занимался. Мой первый СММ был как раз музыкальный. А потом уже из этого мы начали что-то делать для других проектов. И потихоньку так пошло. Понял. Благодарю. Да нет.